Машинное обучение это такой набор алгоритмов, который позволяет выучиться по высоким примерам, решать какую-то задачу, скажем так, самостоятельно. Для того, чтобы выяснить, что такое машинное обучение, нам выпало оказаться в МФТИ, месте, где в России зарождается искусственный интеллект. И, конечно, первый вопрос специалисту, кандидату, между прочим, физикой математических наук и заведующему лабораторией нейронных систем и глубокого обучения Михаилу Бурцеву, был именно об этом. Что же такое искусственный интеллект? Нет сейчас никакого искусственного интеллекта, это как бы как цель. То, что называют искусственным интеллектом сейчас, это как бы некоторый набор технологий, которые постепенно разные функции интеллектуального человека автоматизируют. И получается, что машинное обучение – это и есть та технология, которую многие ошибочно принимают сегодня за искусственный интеллект. То есть обученная нейросеть может выполнять отдельные интеллектуальные функции человека, не обладая при этом самосознанием и даже не имея шансов им обзавестись. Хорошо, а что тогда такое нейросеть? Есть некоторая компьютерная модель. Сейчас наиболее популярный тип такой модели – это глубокие нейронные сети. Глубокие нейронные сети – это модель, которая построена, вдохновлена тем, как работает нервная система и мозг. Значит, это такая модель компьютерная, которая состоит из многих элементов, которые называются нейронами. Каждый из этих нейронов получает на вход какой-то сигнал, потом производится на некоторые вычисления и выдает на выход некоторые значения. Вот он, тот камень преткновения. Вот откуда все страхи неподготовленной части человечества. Работает как нервная система и мозг. А на самом деле нейронная сеть – это компьютерная модель. Более того, математическая модель. И каждый нейрон просто осуществляет какую-то функцию, простейшую. Например, х квадрат. Ему просто нужно умножить входное значение на себя и передать дальше. Нет таких нейронов, которые х квадрат берут. Они берут другие преобразования. Самые простые – гиперболический тангенс взять или там сигмоидальная функция. Ну ладно, с х квадрат – это я погорячился. Но смысл не меняется. Математическая модель, где на вход нейрона поступает значение, он его обсчитывает, причем все нейроны сети используют одну и ту же функцию и передает его дальше. Но у каждого нейрона есть еще один параметр – вес. И вот тут и кроется вся суть машинного обучения. И если понять следующий пассаж, то можно наконец понять, что же такое машинное обучение. Ученый рассказывает об этом на примере анализа изображений, которое, как известно, состоит из пикселей. У нас есть нейрон, у него есть, он смотрит на 9 пикселей, которые рядом друг с другом расположены. Соответственно, у нас есть яркости каждого пикселя. Что делает нейрон? У нейрона у него есть так называемые входные веса. Это параметр, который говорит о том, какое значение он придает тому или иному пикселю. То есть, если всего есть 9 пикселей, мы их можем пронумеровать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. К каждому входу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 будет соответствовать свой вес. Так, стоп. Это надо зарисовать. Вот пиксели, вот нейроны. А вот они зашли, и у каждого входа есть свой вес. Пока понятно. Дальше. Вес, например, может быть от 0 до 1. Если вес 0, это значит, что этот вход не имеет никакого значения. А если единица, то это максимальная значимость для выхода. Что потом происходит? Потом мы смотрим на изображение, и у нас есть реальные яркости по каждому входу. Например, по первому входу у нас пришла яркость, скажем, 200. Но у нас значимость этого входа 0.01. Соответственно, мы теперь эти 200 умножаем на 0.01 и получаем 2. То есть, это вклад этого входа в то, что нейроны вычислят. Потом на другой вход пришло, скажем, 20. И вес у этого входа 1. И поэтому, после того, как мы умножим вес на значение входа, у нас получится 20. То есть, несмотря на то, что на первый вход пришло 200, а на второй 20, второй вход внесет в вычисление нейрона в 10 раз больше вклад, чем первый. Потому что он более значим для данного конкретного нейрона. Ну и все. Нейрон выполняет необходимую функцию с учетом веса на входе и передает значение дальше. И на следующем нейроне происходит то же самое. Просто все предыдущее является лишь одним входом для следующего нейрона. Можно себе представить, что происходит в сети, состоящей из миллиона нейронов. В конце все заходит на выходной нейрон, и полученный результат сверяется с ожидаемым. То есть, рассчитывается величина ошибки. Эту разницу мы можем посчитать. Естественно, эта разница потом перераспределяется между весами. Некоторым алгоритмом, который называется, когда он был придуман, назывался алгоритм обратного распространения ошибки. Смысл его в том, что он меняет веса таким образом, чтобы разница между ожидаемым и текущим значением для этого примера уменьшилась. То есть, обучение нейросети – это многожды повторяющийся процесс перераспределения весов на входе нейронов. Причем делать это должен компьютер, человеку в этот процесс вмешиваться нельзя. Ему нужно только разметить данные, запустить алгоритм и следить, чтобы значение ошибки уменьшалось. А потом еще нужно вовремя остановить нейросеть, поскольку есть проблема переобучения, и переобученная сеть хуже, чем недообученная. Процесс обучения может длиться несколько месяцев и требовать огромных программных мощностей. То есть, стоить сотни тысяч долларов. Но при этом обученная сеть может работать на процессоре мобильного телефона. Стоит лишь оговориться, что нейросеть – это лишь один из алгоритмов машинного обучения. Просто он наиболее распространен сейчас. А обучение с учителем, про которое мы рассказывали, – лишь один из алгоритмов обучения нейросети. Но это все тонкости. Главное мы поняли. Восстание машин пока не предвидится.